В Тверской области региональная выплата семьям с детьми от 16 до 18 лет будет осуществлена повторно. Об этом решении глава региона Игорь Руденя рассказал в среду, 15 июля, в эфире федерального телеканала «Россия-24». Напомним, родители, воспитывающие одного или двух детей, с 1 июля имеют возможность подать заявление на получение 3 тысяч рублей, многодетные семьи – 5 тысяч. Также губернатор рассказал в интервью о текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе и состоянии экономики Верхней Волжья. Тверская область может уверенно говорить о позитивной динамике борьбы с пандемией коронавируса. С этого заявления начал общение с журналистами «Россия-24» губернатор Тверской области Игорь Руденя. По словам главы региона, нынешнюю санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Верхней Волжья можно охарактеризовать как стабильную. Уровень заболеваемости на сегодняшний день снизился в три раза. Мы видим, как очень грамотно работают медики, как очень грамотно работает Роспотребнадзор. Сегодня у нас 639 человек остаются в больницах. При этом у нас 2051 единица коечного фонда, которые были подготовлены для больных с ковидом. Положительная динамика позволила приступить к очередному этапу снятия ограничительных мер. Так, с 15 июля допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей. При этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек. А трибуны и зрительские места могут заполняться не более чем на 50%. Также в регионе теперь разрешена работа частных медицинских организаций. Возобновляются автобусные экскурсии, снимаются ограничения на численность групп туристов, посещающих музеи. Впрочем, часть ограничений продолжит действовать, как минимум, до конца июля. С 1 августа будут открыты кинотеатры. В этой связи мы пока до 1 августа ведем подготовку к открытию, проверке готовности этих учреждений. Также большие комплексы торговые сегодня не функционируют в части работы кинотеатров и развлекательных центров. При этом ограничения остаются те же, быть внимательными и соблюдать все-таки социальную дистанцию. Также Игорь Руденя рассказал о состоянии экономики Верхней Волжья. Как отметил глава региона, благодаря решениям президента страны Владимира Путина, Тверская область получила финансовую поддержку на общую сумму более 5,5 миллиарда рублей. Кроме того, льготное кредитование и гарантийная поддержка, которую предоставляют бизнесу подведомственные областному правительству фонды, также позволяют сохранить устойчивость региональной экономики. Все эти меры позволили выйти областной экономике практически на докоронавирусный уровень. Общая цифра работы экономики по нашей области – это 99,7% предприятий, которые у нас функционируют. Ну и, конечно, сегодня очень важно помочь с реализацией готовой продукции тем предприятиям, которые немножко затормозили в товарообороте из-за пандемии. Еще одной темой разговора Игоря Руденя с журналистами телеканала «Россия-24» стали единовременные выплаты семьям с детьми. В настоящее время, отметил губернатор, проходят выплаты по первому траншу, который был синхронизирован с решением президента. Ожидается, что все выплаты будут осуществлены до 1 октября. Добавим, что в Тверской области рассчитывать на единовременную выплату могут более 30 тысяч семей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!